итак переходим к программе где мы ее берем берем мы ее вот в этом мануале на английском языке на второй странице вот точнее ссылку на программ самое крайнее право это android android на google и средняя android программа сайта то есть если вы ее сканируете вас перебрасывать на сайт вы его оттуда берете пользуйтесь какой вам больше нравится я пользовался той другой остановился на китайской версии дальше хотите переводите мануал хотите пользуйтесь тем что есть в интернете прежде чем перейти программе необходимо ознакомиться с кнопочками на пульте центральная кнопочка на пульте запут включает пульт загорается дисплей жидкокристаллический вот видите он внизу и появляются здесь появляется информация сейчас здесь не видно потому что дрон не включен здесь самый крайне это будет уровень сигнала вай фай связи с дроном затем от мигает это спутники gps но лет нолик показывает это вместо нолика будет количество спутников edge вверху это высота на которую ваш дрон взлетит д это дальность на которую он улетит от пульта значит моды это первый режим или второй режим но как правило он автоматически всегда включен во втором режиме даже если вы его еще не откалибровали по gps то все равно включу второй режим и для того чтобы поднять в воздух его в помещении необходимо вот эту вот кнопочку которая видео у нас называется нажать и удерживать до отключения режима 2 то есть режима gps после этого только вы сможете запустить разблокировать винты моторы таким вот образом или таким или такие вот образом запустится моторы и стикером правым стикером вверх вы его можете поднять и лишь сделать автоматический взлет нажав вот эту кнопку автоматический взлет или автоматическая посадка но учтите автоматическая посадка это не возврат домой он просто у вас сразу же Сядет в том месте, где его застанет эта команда Итак, с некоторыми мы уже кнопочками ознакомились У нас здесь имеется кнопочка возврат домой Кнопочка переключения скоростей, спид Кнопочка видео и кнопочка фото Значит, понятно за что отвечают эти кнопочки Видео, фото, съемка Возврат домой, переключение скорости 50%, 100% скорость Значит, что дальше? Есть еще две кнопочки Эти две кнопочки, вот они Они отвечают за угол поворота камеры Значит, эта кнопочка поднимает Вот Это опускает С этой стороны, как я уже сказал Автоматический взлет Автоматическая посадка Это безголовый режим То есть, когда вы нажмете безголовый режим Приключен при работающем квадрокоптере У вас будет постоянно звенеть и в ушах, и над вами То есть, будет зуммер такой противный Писклявый Ну и вы будете знать, что у вас включен безголовый режим Что такое безголовый режим? Я думаю, вы уже ознакомились Знаете, кто не ознакомился, тот ознакомится Я не буду сейчас время тратить на то, чтобы объяснять, что такое безголовый режим Значит, дальше Когда вы включаете пульт После этого вы включаете питание дрона На аккумуляторе есть кнопочка Вы ее отжимаете И держите до тех пор, пока на тыльной стороне дрона Так вот здесь, ну не в этом, а на дроне Не загорится красный светодиод И, естественно, на пульте у вас перестанут мигать эти светодиоды Значит, и прозвучит звуковой сигнал Вам необходимо откорректировать гироскоп Жмете на эту кнопку До звукового сигнала продолжительного Значит, услышали сигнал Гироскоп откалибровал Жмете следующую кнопку на вот фото Жмете до звукового сигнала Есть гироскоп Теперь калибруем компас По часовой стрелке Вот, до, от, есть Мордой вниз Мордой вниз И по часовой стрелке Есть Все, ставим Готовимся Ждем И запускать Но не спешите Не спешите У вас же спутников еще нет Пока минимальное количество спутников не найдено Он у вас не взлетит Поэтому, как только 9 и более спутников он найдет Прозвучит, опять же, писк противный Который вы услышите Звуковой сигнал Зуммер Значит, это сигнал о том, что дрон можно запускать Но постарайтесь Не спешить Немножко еще потерпите Пусть хотя бы 12 спутников найдет Значит, для уверенности Потому что, если он найдет Больше количества спутников где-то в стороне Ну, кто его знает Где он захочет приземлиться Потом по команде Возврат домой Поэтому уж лучше Перестраховаться Как говорится Все, появилось 12 спутников Вы их увидите И на дисплее Своего пульта И также на экране своего телефона Значит, ну, когда вы откалибровали С помощью пульта И нашли достаточное количество спутников Вы, естественно, решите подключить Свой смартфон Если у нас поддерживает 5G Значит, берете свой смартфон Включаете его Переходите в режим в самолете Об этом никто никогда не говорит Переходите в режим в самолете У вас, естественно, сразу отключается интернет Отключается Wi-Fi Интернет не включаете А включаете Wi-Fi В режиме в самолете Переходите На вкладку Wi-Fi Проверяете Появилась ли Появилась ли ваша новая сеть Вашего квадрокоптера Ну, я попытаюсь это еще отснять И наглядно вам продемонстрирую Вставлю Поехали дальше После того, как вы установили связь Через смартфон с квадрокоптером У вас откроется Вот такая Картинка первая Вверху Инструкция Ну, в инструкции на английском языке Или китайском Как Оно у вас Будет Ну, вот у меня на английском Потому что я переключился Будет Рассказано О том Как запускать Какие параметры Ну, то есть Все то же самое, что в мануале Кроме того Будет Картинка Самой рабочей панели С описанием Что Какая иконка За что отвечает Что это такое Но Прежде чем Перейти к иконке Нам необходимо будет Зайти На другую страничку Вот на эту Вот эта страничка Здесь Сразу выбрать язык Английский Чтобы сразу Все перешло В английский язык И Выставить некоторые Настройки Например Если вы собираетесь Снимать Поставить Разрешение Он Если вы Собираетесь В 4К Снимать Все фото Значит Ставьте Он И коррекцию Включаете В 4К Если вы будете Снимать Только В 1080p То есть 1080p На 1920 Лучше Не ставить Лучше Хотя у меня Все время стоит Но Когда Стоит Здесь Он То тогда И вы Ставите И здесь Он Тогда у вас Запись не делается Видео Не сохраняется На Смартфон Поэтому Здесь что-нибудь Одно должно быть Или здесь Офф Здесь Он Или здесь Он Здесь Офф Когда вы Нажимаете Эту Иконочку Выделяете То У вас Экранчик Смартфона Делится Пополам Будет Стереоэффект Сразу Если вы Нажмете Еще А если вы Нажмете Еще И вот эту Иконочку То у вас Будет 4 Экранчика Но Это все Проект Это для чего Это вообще-то Для Стереоочков Вы можете Вставить Свой смартфон С разделенным Экраном И Уже В этих В очках Наблюдать Стереоэффект Полет Вашего Дрона Переходим К Нашему Экрану К рабочей Панели Будем так Говорить Начнем Слева Снизу В левом Нижнем Углу У нас Находится Замочек Такой Что это за Замочек Что он нам Дает Это Разблокировка Винтов То есть Если вы Нажмете На этот Замочек Он откроется И винты У вас Закрутятся Закрутятся Но без Взлета То есть Они у вас Поработают Какое-то Время И потом Потухнут Если вы Не произведете Запуск Это Разблокировка Следующая Следующая Иконка В виде Такой Стрелочки Это Автовзлет Автопосадка Разблокировали Сразу Нажали Он у вас Залетел Взлетел Где-то На Полтора метра Может Чуть меньше И завис Завис И ждет Следующих Команд Удержание Работает Отлично То есть Он никуда Не летит Находится На одной Точке Следующая 50-100% Это та самая Кнопочка Speed Которая На пульт Из которой Вы производили Коррекцию Гироскопа То есть Переключение Скорости Вот она Дублируется Здесь Вы можете Здесь нажать Можете На пульт Нажать Следующее Это Переключение Работы Или С Пульта Или С Экрана Смартфона Рядышком Рядышком Вот такая Иконочка Это Рычажок Изменения Угла Поворота Камеры Вот тут Вот два Круга Они Со Смартфона Это имитация Стикеров Они Не работают Только Стикера Работают Только С пульта Поэтому На них Не обращайте Внимание Следующая Иконка Это Камера Включения Выключения Видеозаписи Когда Видеозапись Включена Она Горит Оранжевым Светом И здесь Рядышком Идут Циферки Которые Информируют Вас О том Сколько же Времени Идет Запись Верхняя Иконка В виде Фотоаппарата Это Затвор Камеры Съемка Фото Вы его Нажимаете Происходит Вы услышите Зуммер Работы Затвора Камеры Небольшая Такая Засветочка Еле Заметная Потом Если Снимок Произведен То В этой Части Побежит Белая Строка Широкая Сохранение Файла После этого В этой части Появится Иконка С изображением Снимка И через Секунду Полторы Этот снимок Улетит Если он улетел Значит Снимок Сохранен Если ничего Этого Не произошло Значит Никакой Фотографии Нет Это вас Должно Насторожить И вы должны Повторить Попытку Рядышком Это Эта Иконка Нас Переносит На другую Страницу На страницу Редактирования Наших Изображений Я ее Пока Сейчас Переключать Не буду Рядом Еще Одна Иконка X50 То Есть Пятидесяти Кратный Зуммер Здесь Написано Что Зуммер Пятидесяти Кратный Но Не советую Им пользоваться Потому что Толку от него Никакого нет Изображение Такое Размазанное Ну Что очень сложно Что-то там Увидеть Или понять Поэтому Ну Для любителя Следующая Иконочка Информирует Нас О качестве Связи О качестве Связи Пульта Или смартфона С дроном Вот даже Когда нижняя Точечка Горит То есть Показывает Что Связь Практически Нулевая Изображение На смартфоне С камеры Отличнейшее Никаких Помех Ничего Я вам говорю ФПВ Работает Отлично Следующее Это Значит Это Значок Нас Информирует О режиме Работы Режим С GPS Или Без GPS Но Как правило Если у вас Спутники Уже Найдены То Отключить Режим GPS Невозможно Вы можете Его только Отключить В помещении Когда Пульт Когда Квадрокоптер Ваш дрон Не видит Эти спутники Если он Видит Уже Спутники Видит Спутники Вы его Никогда Не отключите Этот режим GPS Только Если вы Еще не Откорректировали То есть Не нашли Спутники Вы можете Отключить Второй режим Как я уже Говорил Что Сразу же По умолчанию Включен Всегда Второй режим Если вы В помещении Находитесь И даже У вас На дисплее Горит Единичка Это не значит Что у вас Это первый режим Режим Без GPS Ничего Подобного Надо все равно Отключить Переключиться И тогда Только вы сможете Взлететь В помещении Следующий У нас Значок Спутники Вот здесь У вас Появятся Когда Появятся Спутники Они появятся У вас На дисплее И пульта И появятся Количество Спутников Здесь 8 9 10 12 У меня Было Максимально 22 22 Спутника И вот он Летал 22 Менялось 19 17 Но самое Нижнее 15 Потому что Оно Понарастает Сначала Появляется 5 спутников 7 9 12 15 И пошло Вот тогда он же летает Поэтому Не спешите никогда Его поднимать Пусть Необходимое количество Спутников Проявится И тогда Летайте Сколько душе угодно Но он от вас Никуда не улетит Аккумулятор Сядет Он вернется К вам Значит Сигнал пропадет Он вернется К вам Это уже все проверено Настолько Настолько Я себя спокойно С ним чувствовал Вы даже Не поверите Как для меня Было Всегда Волнительно Особенно После того Как моя первая Сима X8W Улетела И не попрощалась Даже Я так подозреваю Там Программа Уложена Что они Улетают В Китай Возвращаются К производителю Особенно Когда Неопытный Пилот Она у меня Была первая И естественно Я был неопытный В городе Я ее побил Немного Она у меня Так сказать На деревьях Висла Когда я выехал За город То она у меня На просторе Почувствовала Свободу И улетела И уже со второй Когда я запускал Вторую Симу То постоянно Испытывал Волнение Испытывал Волнение От того что Она где-то у меня Или упадет Или куда-то Улетит И я ее не найду Ну Волнительно Было С этим Дроном Чувство Уверенности Ну Просто Потрясающе Я говорю Надо Чтобы это Оценить Надо потерять Один из своих Дронов Вот тогда Вы почувствуете Насколько Это классно Иметь дрон GPS И с таким Уверенным GPS Надежным Надежность Конечно Классно Но все равно Лучше Подстраховаться Не Увлекаться Город все-таки Помех много Вот на природе Это там будет проще Ну Я отвлекся Дальше Индикатор Разряда батареи Разряда Заряда Как хотите Назовите Геомагнитный Компас Ну Что ты Опять Двигаешься Геомагнитный Компас У меня Тут тоже Произошел Небольшой сбой Подкорректируем Вот Ну Здесь Чем меньше Цифры Тем лучше Вот когда зеленый Все нормально Когда желтый Это уже предел Где-то здесь Непорядки Надо уже Стревожиться Красный Он летать у вас не будет Поэтому Он должен быть Все время зеленый Значит Вот эти цифры Верхняя Это высота На которую он поднялся Нижняя Это Удаление От пульта От точки взлета Будем так говорить Как далеко Он улетел Следующее H Это Скорость С которой он Поднимается В высоту И Это Скорость С которой он Удаляется От точки взлета Это У нас Координаты Координаты Где находится Наш дрон Следующая Иконка Переключение Камер Ну Я думаю Что вы в курсе Что У этой модели Две камеры Нижняя И Фронтальная Курсовая Так вот Он По умолчанию Включена Всегда Передняя Камера А вы можете Переключиться На нижнюю Камеру Следующее Это Для Разделения Экрана Пополам Иконка Нажимаете Экран у вас Делится Пополам Значит И можно Это Использовать В стеревячках Там где Вставляют Смартфон Очки Есть у кого Такие Значит Вставили туда Смартфон И любуйтесь А Управляете Дроном С пульта У меня Таких очков Нет Они мне не нужны У меня и так Очки толстые И если я Еще одену Смартфон На очки То Это вообще Будет Извините За выражение Полная Задица Далее Можно Перевернуть Смартфон В то положение В которое вам Удобно Чтобы он был И если при этом Экран не переворачивается То вы можете Перевернуть Изображение На 180 градусов Все зависит От того Как расположены Ваши кнопки управления На смартфоне Если они Зажимами Прижимаются И мешают Ну тогда вы можете Выбрать Наиболее удобное Положение HD SD CD Это переключение Режима Работы Камеры Ну Когда вы Переключаете В режим HD То в видео У вас Немножко Растягивается По горизонтали Оно получается Если я не ошибаюсь 1080 На 2042 Что ли Ну в общем На 2040 Вот Немного оно Растягивается Ну Визуально Улучшения Я не наблюдаю Поэтому Когда Включен У вас Режим HD На странице Сеттинг Значит Вы не можете Включить Коррекцию Ну если Включить Коррекцию Стабилизацию То Запись У вас В этом режиме Производиться Не будет А если Вы включите CD То вы можете Там включить Все что угодно И тогда Будете записывать Вот Ну тут Такой Нюанс Поэтому Он по умолчанию Всегда включен Режим HD Поэтому Вы контролируете Если вам Необходим Нужен режим HD То Сразу же Переключаете В режим HD HD Вот Эти Вот Две Горы Или Два Телекона Обозначают Альбом С вашими Снимками И Видео Вы можете Сразу После того Как вы что-то Сняли Можете Сразу Нажать И вам Откроется Альбом И Просмотреть То Что Вы Сняли Значит Нету Вот этих Трех Точек Нет В программе Поэтому На них Не обращайте Внимание Это Возврат Предыдущую В предыдущее Меню Значит Вот эта Стрелочка Переходим Сюда Вот тут Интересный Момент Значит Это Здесь Просто Не показано Может быть Значит Это Режим Нажимая Эту Иконку У вас Открываются Еще Две Иконки Полет По Точкам Полет По Точкам Тут Все Очень Тоже Сложного Полет По Точкам Надо Вот Здесь Вот В этом Окошке Вот Этому Окошке Видна Карта Для того Чтобы Эту Карту Открыть На весь Экран И Установить Точки Надо Не просто Нажать На Был Был Установлен На вашем Смартфоне Как Какой Нибудь Из Навигаторов GPS Навигаторов Который Также Желательно Чтобы Был Открыт В Фоновом Режиме Вот И Тогда У вас Карта Без Проблем Будет Потому что Многие Жалуются Что Карта Не Открывается Все Открывается Просто Не все Программы Установлены На Смартфоне Все Вот Поэтому Вы Интернета Не будет Когда Вы будете Работать С этой Карты Поэтому Надо Чтобы Работал GPS Навигатор Который Эту Карту Откроет Вот И все Будет Видно Поэтому Две Иконки Будет Режим Полета По Точкам По Направлениям Ну В общем Разберетесь Потом Значит Вот Три Иконки Это Вот Иконочку Нажимаете И у У вас Появляются Три Такие Режим Follow me Следуй за Мною Я вам Сразу Скажу Этот Режим Работает При Отключенном GPS Если Включен GPS Ключен Есть У вас Спутники Никогда Вы Этот Режим Не Запустите Вы Можете Только Запустить Где То Там Помещение Или Не Устанавливая Спутников То Не Производя Корректировку По Спутникам Как Только У Вас Дрон Поймал Спутники Вы Не Переключитесь В Этот Режим Следующий Режим Так Дайте Вспомню Что здесь Такое Это Управление Жестами Управление Жестами Ну Тут Тоже Так Проблематично Надо Подходить Очень Близко К Дрону Чтобы Он Зафиксировал Значит И тут Будете Вы Пользоваться Этими Жестами Да Боже Упаси Вы Замучаетесь Ими Пользоваться Проще Опустить Или поднять Дрон Стикером И все Опустил Поднял Опустил Поднял Вот Никаких проблем А так Пока Вы Будете Поднимать Его Жестами У вас Аккумулятор Сядет И он Вернется Домой Дальше Вот это Режим Тоже Типа Что Следуй За мной Но Только Он По GPS Трекингу Летает За Вашим Пультом Управления Вот Это Наиболее Такой Реально Выполнимый Это Реально Выполнимая Функция Следующая Вот Иконочка У нас Это Облет Точки Выполняет Нура Только правильно Надо им пользоваться Определять надо Точку Которую Он будет Облетать И во время Облета Вы можете Им управлять Можете Изменить Высоту Облета Можете Изменить Удаление Облета Но не дальше 30 метров Потому что там Максимально До 30 метров Радиус Вы можете Облета Сделать Но он Работает Проверено Вот он Делает Облет Точки Все Ну что Облет Делает Так Карта Карта Потом Которую Вы сможете Увеличить Когда Вы Карту Вы Двинули Сюда На экран У вас Экранчик Переместится Сюда То есть То То Что Видит Камера Будет Здесь Карта Будет Здесь Вы Сможете Работать С Карты Это Стоп Экстренная Остановка Отключения Двигателя Но Лучше К ней Не прибегать Можете Разбить Его Вот Это Вот По Нашей Панели Управления На Смартфоне Вот Продолжение следует...